Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – голова седьмая книги «Второзаконие». Помощник нам в нашем разговоре – портал экзегет.ру. Итак, дорогие друзья, «Второзаконие» – это еще один, второй рассказ, преподносимый Моисеем, своему народу, о том, что есть самое важное, основное, магистральное в огромном массиве законов, которые называются «Закон Моисеев» и «Закон Божий». И вот в этом повторении Моисей акцентирует очень важные вещи, которые считают важным, чтобы их иудеи, покорившие землю хананскую, землю обещанную, сохранили бы эти вещи, помнили и жили бы памятью об этих вещах. Итак, тема главы седьмой двоякая. С одной стороны, там будет довольно мрачная часть, посвященная, как называемому, хорему. Об этом хореме уже речь шла на наших с вами лекциях. Это есть так называемое «заклятие», когда нужно было что-то сделать заклятым, посвященному Богу, и в этом отношении уничтожить. А вторая тема гораздо более радостная и необычная, и во Второзаконии, и в Ветхом Завете целиком, вроде бы необычная. Это тема, рассказывающая о том, что Бог полюбил свой народ. Итак, начинаем. Глава седьмая, стих первый. «Когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, овладеть которой вы идете, и изгонят из нее множество народов, хетов, гиргошеев, амореев, хананеев, перезеев, хивеев и евусеев, семь народов, более многочисленных и сильных, чем вы». Вот это «когда». Значит, рассказывается о том, что в ханаане живет много народов. Это такая довольно пестрая местность в отношении этническом. Тут есть народы и семитской языковой семьи, и индоевропейской, такие как хета, например. И указано, что этих народов больше, чем вас, вторгающихся с востока, либо с юга востока, израильтян, евреев. И указано то, что автором этого изгнания, этой колонизации, оказывается сам Бог. Бог и автор, и реализатор, и инициатор этого большого глобального завоевания. «Так вот, когда Господь, ваш Бог, отдаст их в ваши руки, и вы победите их, то предайте их заклятию, уничтожьте, не заключайте с ними договоров и не давайте им пощады». Ну вот, довольно мрачный, ну не то, что довольно, это очень, друзья, мрачный стих. В этом стихе, стихе втором, по сути, предписывается, чтобы целая община, целый народ был бы так называемым херемом, заклятым, тем, с чем нельзя было иметь никаких отношений. Имущественных, каких-то социальных, экономических отношений, культурных взаимоотношений. Более того, этим народам нельзя было существовать. И, конечно же, хочется разобраться, ну как так, вот как так, чтобы в Писании Ветхого Завета была бы эта довольно нехорошая, печальная, грустная мысль, как нам людям Завета уже нового читать эти стихи, воспринимая их как Божье Слово. Давайте сделаем некоторое отступление относительно истории, и истории как таковой, и истории появления всего этого текста. Итак, начнем с того, что действительно в те времена и в той местности имелась такая идея. И подтверждением того, что такая идея, идея херема, она существовала, мы имеем такую довольно объемную надпись, сохранившуюся с IX века до христианской эры, царя Муавицкого Меши. О муавитянах мы читали уже в книге «В Терезаконе». Это такие соседи Ханаана с востока, соседи евреев, живущих в Ханаане с востока, они жили в Иордании. И вот нашли надпись, в которой Меша хвастается, рассказывает о своих военных успехах, о том, что он завоевал евреев, живущих в городе Нево, тоже из Иордании, какой-то маленький был городок, и предал этот город, этих жителей, тому самому херему. То есть посвятил богу Хамошу, и, видимо, скорее всего, какая-то часть этого населения, она была уничтожена. Ну, почему, скорее всего? Ну, потому что едва ли нужно было царю Меше, вот, из какого-то религиозного чувства уничтожать ценное имущество, а именно скот, движимое, недвижимое, людей. И это все было каким-то богатством, это было ценным завоеванием. И в этом отношении уничтожать завоеванное не очень рационально. Но, с другой стороны, раз такая идея была, то кого-то уж точно Меша своему хамошу, богу языческому, посвятил, скорее всего. Что же было с евреями? Ну, понимаете, дорогие друзья, когда завоевание ведется, когда война, то всякое бывает, поэтому однажды иногда какие-то и были акты какого-то возмездия, какого-то уничтожения, потому что во время войны иначе, как мы понимаем, не очень-то получается без жестокости, жестокости, возможно, излишней и так далее. И времена были дикие, и нравы были не очень развитые, поэтому, возможно, такая практика, практика семитская, практика хорема, она оказалась запечатленной, записанной на страницах книги «Второзаконие». Но все-таки, дорогие друзья, а всех ли убили евреи, да, завоевав землю Ханаану? Если действительно этот стих оказался директивой евреев, и они приходили в Ханаан, уничтожая всех тех, и вусеев, ферезеев, хананеев, амореев, хетов и так далее, то мы должны найти, но не мы, археологи, наши современники, ученые, должны найти эти массовые захоронения, массовые какие-то кладбища, где лежали бы и женщины, и мужчины, и дети, и скотт, и так далее. И это нельзя было бы не найти, не заметить, если это было частью реальной истории. Но, дорогие друзья, понимаете, к чему я клоню? Этих кладбищ, этих захоронений, массовые захоронения, где были бы и женщины, и дети, ученые не находят. В этой связи можно сказать, что эта описываемая практика касается в основном не истории, а мира священной литературы, священных текстов. Иначе говоря, это имеется, здесь мы имеем дело, с каким-то богословским представлением, конструктом, идеей, идеей о том, что надо было бы однажды всех их уничтожить, но не уничтожили. И мы о том, что никого не уничтожили, узнаем из последующих книг Ветхого Завета. В книге Судья, в книге Иисуса Навина мы находим странную картину, где есть село Иудейское, и около этого села есть огромное разнообразие прочих иноплеменных поселений и городков. Ну и даже мы знаем, что когда уже окончилась эпоха Судей, и уже была монархия, было царство в Израиле, в Ханаане, и уже царь один, Самуил, он уже почил, он уже был убит, казнен, правил другой царь, Давид. И все еще в это время в сердцевине этого Ханаана, в сердцевине Иудеи, была местность под названием, город под названием Иерусалим, и там обитали не евреи, там обитали и вусеи, и нужно было Давиду каким-то странным маневром, какими-то операциями этот город захватить. И тогда уже, спустя, по идее, три столетия после завоевания Ханаана, утвердить там и свою власть, и сделать этот город столицей всего Израиля, это Иерусалим. Ну и прочих примеров очень много. Мы знаем про то, что вот Самсон ходил в села филистимские, видимо, раз он туда ходил, они были не очень далеко, и там у него были женщины, которых он любил, там у него была и невеста, и та самая Далила, о которой мы читаем в книге Судей. Ну и примеров этих очень много. Вывод из всего этого нашего с вами рассуждения. Это предписание, оно было осмыслено, как должное быть исполненным уже постфактум, ретроспективно, когда евреи оказались в плену, в изгнании, в Вавилоне, они рассуждали. А почему с нами было это? Это трагедия, потеря северного и южного царств. И возник ответ. А потому что нас научили плохому местные жители. А почему они нас плохому научили? А потому что однажды их не уничтожил Иисус Навин и прочие генералы, иудейские полководцы, и вот они сохранились, и нас плохому научили. Вывод из этого рассуждения, что никого не уничтожили, или мало кого уничтожили, а в основном завоевание Ханаан напоминало такую инфильтрацию еврейского элемента в свободные территории. И это подтверждает современная археология. Свободные территории, такие горные местности, горные террасы. Это было место, где в основном появляется вот ядро будущего народа, Израиль, обитающего уже в Ханаане. Читаем дальше. Не вступайте с ними в родство, не выдавайте своих дочерей замуж за их сыновей, и не берите их дочерей в жена своим сыновьям. Ну вот, видите, нельзя вступать в брак. Ну стоп, как это в брак? Ну вот написано же уничтожьте. Харем, вот уже они в стихе втором должны быть все уничтожены. А тут возникает другая реальность, что они находятся рядом, и наши дети общаются, и возникает соблазн вступить с ними в родственные отношения, выдав свою дочь за сына, Амария, Хета и так далее. Так вот, делать этого нельзя. То есть, понимаете, сам текст показывает нам реальность. А реальность была такова, что евреям легко было с ними вступить в эти отношения родства, но поступать так было нежелательно. Потому что, вот ниже описывается, почему так поступать было нежелательно. Иначе они отвратят от меня ваших сыновей, и те будут служить другим богам. Тогда Господь разгневается на вас и немедленно вас уничтожит. Ну вот, довольно понятное обоснование. Довольно хорошо тема эта раскрыта и обоснована. Ваши невестки, которые будут женами ваших сыновей и евреев, будут учителями в религиозном плане ваших внуков. И они ваших внуков обучат плохой религии. Почитать Астарту, того самого Хамоша, о котором мы сейчас говорили, и прочие вещи. И вообще эта идея, идея не смешиваться, не выдавать своих детей за неевреев, она постоянно сопровождает историю Израиля. Потому что постоянно евреев меньше, чем окружающего населения, и постоянно перед ними стояла и стоит угроза, угроза ассимиляции, растворения в окружающих этносах. Это могли быть египтяне, хананеи, потом ассирийцы или сирийцы, персы, греки, римляне, арабы и так далее. И вот это правило, правило не смешиваться в таком брачном отношении, до сегодняшнего дня является очень важным правилом для жизни религиозной части еврейского народа. Стих 5 рассказывает о том, как нужно было поступить с воеванными святынями хананского населения. Поступите так. Их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте, дерева ашера срубите, изваяния сожгите. Вот тут есть перечень того, что было самым важным в культовом отношении местного населения. Это жертвенники, все понятно, камень либо груда камней, которые воспринимались как такие столы, на которые кладутся какие-то яства, пища, которая посвящается богам или богу. Вот это и есть жертвенник. На жертвеннике закалывается животное, часть оставляется для богов или для бога, она сжигается, остальная часть берется и устраивается праздник семьей, которая эту жертву богу и преподнесла. Священные камни, ну, это подобные, какие-то вот большие камни, стоящие в основном вертикально, вот такие столпы, как они называются в Ветхом Завете, тоже священные места. Дерева ашеры, ну, священные рощи, священные такие деревья, вот, да, которые посвящались ашере, богине ханаанской. Ну, изваяния, все понятно, какие-то уже статуи, сделанные грубо, либо уже более изящные. Так вот, у евреев, возможно, был соблазн такого рода, как инкорпорировать, да, встроить эти святые вещи, святые места в свой егвизм, в свое представление о боге Израилевом, боге Яхве или боге Иегове. Так вот, так поступать нельзя. Никаких таких вот, понимаете, горизонтальных религиозных связей, контактов быть у вас не должно. Так рассуждает книга второзакония. Нужно прекратить этот самый трафик религиозного обмена, потому что вы проиграете в этом обмене. Не вы кого-то абсорбируете, обогатитесь, но наоборот, сторонние влияния, сторонние какие-то традиции, они лишат вас вашей идентичности. Почему? Потому что местных больше, и потому что религиозные традиции местного отселения, они более богатые, они более сложные в плане уж точно мифологическом и в плане в таком визуальном. У местных была культура, культура такой религиозной визуальности. Это и жертвенники, это и статуи, изваяния, кумиры и так далее, а у вас этого нет. Ну и наконец, у жертвенников есть развитая мифология, которой лишены вы евреи, потому что ваша мифология, она очень проста, она очень аскетична и лаконична, есть бог и больше никого нет. Стих шестой. Ведь вы святой народ у Господа вашего Бога. Господь ваш Бог избрал вас из всех народов земли, чтобы вы были его драгоценным достоянием. Вы народ святой, святой кодэш, то есть выделенный, отставленный в сторону, взятый как божье, такое вот уникальное владение, вы божья собственность, и в этом отношении Бог имеет право диктовать вам, какие религиозные традиции, нормы для вас являются нормативными и позволенными. Конечно, у евреев был соблазн принимать эти отношения как какую-то санкцию на безнаказанность. Мы божьи, Бог нас избрал, и в этом отношении мы имеем право на очень разные вещи, на полную свободу, раскованность в нашей жизни. Но нет, нет, так не работает это все. И очень рано появляется идея, которая выражена уже у пророка Амоса. Он рассуждает о том, что такое для вас день Божий, день Яхве, йом Адонай. Это когда никогда вы будете на коне, а все будут посрамнены. Нет, Бог вам все рассказал, Бог вам все дал, поэтому день суда коснется лишь вас. Вы Божьи и с вас больше спросится. И вот эта мысль очень рано спровождает богословие Ветхого Завета, появляется в текстах ветхозаветных, сбранничество Богом вашего народа означает то, что Бог к вам более требователен. И вот стих 7 эту идею, сказанную мной, как будто бы развивает и уточняет. Почему вас Бог возлюбил? Может быть вы красивые, или богатые, или добродетельные, или вы великий народ, народ заслуженный? Нет. Итак, Господь возлюбил вас и избрал вас, не потому, что вы многочисленнее всех других народов. Нет, вы самый малый из народов. Вы избранные не потому, что вы этого вроде бы заслужили, этого достигли этой стадии развития, но нет. Тут другое обоснование. Немотивированность свойственная истинному глубокому чувству, чувству любви, чувству дружбы, когда мы кого-то любим или с кем-то дружим, не можем объяснить, а почему мы это чувство имеем. Вот не можем объяснить. То же самое здесь. Бог как будто бы оправдывается. Почему я вас избрал, я не знаю. Вот вы самый маленький из народов, вы маленькая община, и у вас дурной характер. Об этом почитаем мы в главе 9 книги второзакония, где Бог критикует нравы и характер евреев. Вот вы ничем не выделяетесь, но я почему-то вас избрал, полюбил и сделал вас своим народом. Но Господь любит вас и хранит верность клятве, которую дал отцам вашим. Вот почему он увел вас сильную рукою, освободил из неволи, из-под власти фараона, царя египетского. Ну вот еще одно обоснование этого договора, этого завета союза. Вы потомки тех, кто мне очень дорог. Мне очень нравились ваши прадцы Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф и его братья, а вы их дети. И в этой связи я вас тоже люблю и тоже вас избрал. «Знай же, что Господь твой Бог поистине Бог, Бог надежный, Он верен до тысячного поколения договору с теми, кто его любит и исполняет повеление его». Вот мы видим прикличку с второй заповедью Деколога из книги Второзакония главы 5, там то же самое. Бог карает ненавидящих Бога до какого-то третьего или четвертого рода, и Бог любит тех, кто был ему верен до тысячного рода. То есть, Божья любовь как какое-то, не знаю, ручей, она растекается по роду, по народу, охватывая своими живительными потоками тех, кто вроде бы этого не заслужил, потому что они ничего не сделали, кроме как просто родились у нужного отца и нужной матери. А всех, кто его отвергает, Бог покарает и уничтожит, без промедления покарает из их всех. Поэтому исполняй повеление, предписание и закона, который я возвещаю тебе ныне. Вот исполнять повеление, да, исполнять, это слово исполнять, глагол очень популярный во всем Пятикнижье и во всем Ветхом Завете. Евреи должны быть исполняющими или соблюдающими или практикующими закон, предписание, повеление и прочие вещи, которые Бог возвещает через Моисея на горе Синай. Глагол Шамар очень интересный. Вот исполнять это и есть Шамар. И для второзакония это очень частотное слово. Около сорока процентов всех случаев использования глагола Шамар находится именно во второзаконии. Вот Шамар это есть во-первых охранять. Вот вы должны охранять, вы должны стать на защиту, вы должны оберегать то сокровище, которое Бог вам дает. Вот вы являетесь народом соблюдающим, потому что вы являетесь народом сохраняющим, оберегающим от кражи то, что Бог вам выручает как благословение, предписание, завреди и законы. Если вы будете повиноваться этим законам, если будете строго соблюдать и исполнять их, то и Господь, ваш Бог будет верен тому договору, который он заключил с отцами вашими. Вот Бог верный договору. Это очень популярная тема договор, завет и сама книга называется завет, ветхий завет, новый завет. Договор между двумя сторонами. Первая страна это есть люди, народ, страна вторая это есть сам Бог. И вот они вступают в договор. Этот договор имеет такую практику нам знакомую как пролонгация, переподтверждение. Договор вроде бы есть, он аж с Авраамом заключен, но его нужно подтверждать с Исааком, с Иаковом, с Моисеем. И далее в каждом поколении эта тема второзакония. закон нужно обновлять, завет нужно точнее обновлять. Далее описывается то, что Бог сделает, благословляя свой народ, который будет жить уже в Ханаане. стих 13. Он будет любить вас, он благословит вас и сделает многочисленным народом вас. Он благословит ваше потомство и урожай вашей земли, ваше зерно, ваше вино, оливковое масло, приплод коров, приплод овец и коз на той земле, которую он обещал отдать вам, поклявшись в этом отцам вашим. Опять повторяется, как в нормальном школьном процессе снова и снова одни и те же самые мысли, чтобы ученики, чтобы учащиеся запомнили вот эти вот, не знаю, 3-4-5 идей и жили бы памятью об этих очень важных идеях. Ну тут что у нас в фигуре, какие у нас тут идеи встречаются? Бог обещал отдать эту землю вашим прадцам и Бог верен своему слову. Бог исполняет то, что он однажды кому-то обещал. Бог не обманщик, у него память хорошая. Дальше благословение Бога означает процветание. Процветание в том, что касается реальной, текущей жизни человека. И вот эта вот текущая жизнь человека, она описана очень колоритно здесь. Указано все, что является богатством человека или семейства. Ну вот урожай, земля, зерно, вино, оливковое масло, приплод и коров, и овец, и коз. И вот все будет у вас это с избытком, потому что Бог вам дает это. Комментаторы отмечают, что в некоторых из названных этих вот изобилующих богатствах, изобильно даваемых Богом, фигурируют слова, которые были названием божеств других народов. Например, вот слово зерно по-еврейски звучит как доган. Так вот, а доган это известное божество филистимского народа, поэтому какой смысл этого такого сопоставления, такого встраивания этих говорящих слов в это повествование. Никаких богов, дающих чего-то людям, не существует. Все от Бога Израилева, все от Бога Яхве. И зерно, и приплод, и оливковое масло, и вино. Все от него, никаких доганов, астарт, хамошев не существует. Вы будете благословленны, как ни один другой народ среди вас. Не будет бесплодных мужчин, и женщин, и скот ваш не будет бесплодным. Вот поднимается очень важная идея, идея, которая была очень такая болезненная в древнем мире. Идея бесплодия и бездетности. Значит, тут уже есть понимание о том, что есть бесплодные женщины и бесплодные мужчины. Не во всем виновата женская чрева, женская лона, а есть еще и вина мужчин. Так вот, этих бесплодных мужчин у вас, дескать, не будет, потому что Бог вас благоставляет, и Бог дает вам возможность жить вечно. Вот это очень важная мысль. И жить вечно в вашем потомстве, в вашем семени. Вы живете, потому что у вас есть дети и внуки. Вот, вы как будто бы сохраняетесь в их жизни. И это первое. И второе, память о вас, хотя бы о вашем имени, которое есть в сознании ваших праправнуков, и есть способ вашего существования в будущем тоже. Вы живете, потому что кто-то помнит ваше имя. Господь избавит вас от всех недугов, он не пошлет на вас губительные египетские болезни, вы о них помните, а пошлет их на ваших врагов. Вот, но вот стих 15 интересный. Какие-то египетские болезни тут фигурируют. Двоякое понимание комментаторами этого стиха имеются или те самые казни, о которых мы читали в книге Исход, какие казни, не знаю, темнота, или нашествие лягушек, или саранчи, вот эти самые болезни, как какие-то стихийные бедствия, либо какие-то специфические кожные болезни, которые в древнем мире очень рано начали именоваться болезнями египетскими или болезнями египтян, но вот разного рода какие-то болезни кожи, проказа и прочее, вот этих болезней кожных у вас не будет в вашей жизни. Вы истребите все народы, которые Господь, ваш Бог отдаст вам в руки. Вы не должны жалеть их, не должны служить их богам, это будет для вас западней. Вот западня еще одно фирменное словечко, книги второзакония, какая-то ловушка, какой-то капкан, капкан устроен, вы все знаете, какая-то есть там сладость, какая-то есть вкусная вещь, и вот рука животного либо носик мышки туда хочет попасть, чтобы съесть, и тут срабатывает механизм, механизм за собой влекущий гибель, ловушку и кончину. Так вот, для вас контакты с местным населением, религиозный обмен идеями и такими концепциями будет западней, будет ловушкой. Ну, про призыв всех убить мы уже говорили, повторяться не будем. Возможно, вы подумаете, эти народы многочисленнее нас, как же мы отберем у них землю, но не бойтесь их, вспомните, что сделал Господь ваш Бог с фараоном и со всем Египтом. При том, что вас мало и вы имеете право опасаться, бояться грядущего завоевания, потому что тамошних людей, живущих в Канаане, много, и они более цивилизованные, более могучие, чем вы, но не бойтесь, потому что, как написано здесь, вспомните о том, что однажды было с еще более могучей страной цивилизацией и армией с фараоном и его войском, когда я, Бог, вас спас из плена рабства из печи огненной из Египта. Вспомните великие тяжкие испытания, которые вы видели своими глазами и знамения и чудеса. Вспомните, как Господь ваш Бог вывел вас из Египта рукой своей могучей, десницей простертой. Господь ваш Бог поступит так и со всеми народами, которых вы боитесь ныне. Вспомните, 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 вспомните. Это, наверное, очень важное или ключевое даже слово во второзаконии, потому что сама книга написана с тем, чтобы, для того, чтобы читатели ее вспомнили о том, что Бог сделал однажды спас, спасая, избавив свой народ от рабства и от несвободы. Лучшее средство от страха это память о том, что однажды была беда, и Бог был с тобой, и беда оказалась слабее Бога. А еще Бог пошлет на них осиный рой, и погибнут даже те, кто уцелел и спрятался от вас. Вашими союзниками в завоевании будут все божьи твари, даже насекомые, как будто бы этот стих нам говорит. Не страшитесь, ведь среди вас пребывает Господь, ваш Бог, Бог великий и грозный. Господь, ваш Бог, дарует вам победу над этим народом, посеет среди них великое смятение, и они будут истреблены. Он надаст их царей в ваши руки, и вы даже имени их не оставите под небесами. Никто не выстоит пред вами, а вы истребите их всех. Сожгите извояние их богов, не бери себе соблазнившие серебра или золота, которыми покрыты эти извояния, а не то попадешь в западню, ведь для Господа твоего Бога это мерзость. Это очень, друзья, важное слово, выражающее максимально брезгливое вот такое сильно негативное отношение Бога ко всем этим институтам и обычаям, которые были в Ханаане среди язычников. Вот Богу это все мерзостно. А что ему мерзостно, спросим мы. Ну, что ему? Может быть, статуи ему мерзостны, либо это какие-то жертвенники, либо поднятые стоящие камни, эти столпы. Что у Бога вызывает мерзость? Ну, конечно же, дело не в жертвенниках, и не в камнях, и не в священных рощах, а в том, что все это сопровождало. Как мы знаем из книжья, из древних книг Ветхого Завета, обычаи религиозные у Хананеев были не самые приятные, и не самые такие безвредные. Там были страшные вещи, там было принесение в жертву богам людей и детей, там были культовые блудницы, там были прочие грязные, нехорошие обычаи, и самое главное, эта дурная религиозность провоцировала появление дурной, порочной социальной жизни. И вот все это, мир, где торжествуют такие представления о богах, о боге, такие обычаи между людьми, все это вызывает у бога однозначную реакцию, богу от этого всего делается мерзко. Не вноси мерзость в свой дом, иначе и сам подпадешь под заклятие вместе с ней. Пусть такая вещь будет для тебя отвратительной и мерзкой. Это заклятое. Но вот опять поднимается тема, мы сегодня в этой главе 7, об этом говорили, хорем, заклятое, и оканчивается голова еще одним призывом бога и Моисея, обращенным к евреям, не вноси в дом эти вещи, культовые сбояния, религиозные изделия, сделанные ханониями, потому что это все гнусно и мерзко и отвратительно. И бог призывает нас научиться тому, чтобы к чему-то испытывать эти негативные, такие очень сильные негативные чувства, чтобы нам было от чего-то мерзко, ну, от каких-то, допустим, неправильных религиозных обычаев, и самое главное от нехорошей в отношении этическом жизни, от греха. И книга в трезаконии призывает нас отнести к греху, как к тому, что мерзко и гадко в глазах бога. Дорогие друзья, глава 7 прочтена, истолкована, портал экзегет.ру был помощником нашим в нашем деле. Всех благ, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok